Рис сегодня пойдет о насекомых, которых ненавидит 90% планеты А некоторые даже падают в оморок при виде этих насекомых. Рис сегодня пойдет о тараканах, но не простых, а мадагаскарских Первый эксперимент я хочу провести, а дают ли вообще до меня эти замечательные особи, ведь едут они почта России, а это уже экстрим Знаю, что уже пробовали облучать тараканов всевозможными радиоактивными веществами Но у меня будет немножко другой эксперимент, я помещу туда милиции 241 с датчиков ХИС-7 Это конечно не такой сильный источник по сравнению с тем, как были проведены эксперименты, например с гамма-излучением Да, эксперимент будет длинный, потому что я хочу посмотреть какое же потомство выведется в радиоактивной среде Вот у меня уже есть пару этих радиоактивных датчиков, давайте замерю Даже уже без открытой ионизирующей камеры они начинают фонить, представляете? Я вам настоятельно не рекомендую играть с этими приборами, почти 70 микрорентген И это еще мой прибор не показывает сколько альфа-частиц на квадратный сантиметр Конечно показатели прибора по бета-гамма усредненные Давайте покажу первое видео, а доехали ли тараканы вообще ко мне из города Томска, который послал Павел Мы приготовили вот такой вот контейнер, такая красивая коробочка, которая хорошо надежно закрывается Мне приготовили вот такие вот вентиляционные отверстия на всякий случай и отдельные отсеки Теперь садим сюда таракашек Вы только послушайте, как Павел относится к этим таракашкам с любовью и нежностью Я рассчитывал, что эти несчастные насекомые ко мне приедут дней через 5, максимум через неделю Я конечно не ожидал такого поворота, что тараканы так разгуляются Давайте я покажу хронологию их передвижения Конечно это надо смотреть с компьютера, с телефона наверное не будет видно 6 сентября ребятки все-таки сели на экспресс поезд Почта России Немного посортировавшись они поехали в город Опь и в этом замечательном городе они протусовались почти 5 дней После чего заехали в Новосибирск зачем-то Долго им там отдыхать не пришлось Судя по скорости перемещения ребятки перелетели на самолете в Красноярск Ну вот я подумал они уже дома ведь самый ближайший город от нас это Красноярск В Красноярске ребята просортировались еще 5 дней Не тут то было особьи в количестве 5 штук полетели совершенно в другую сторону В Подмосковье и протусовались там еще 6 дней Вот гуляки с дома дедова до Нориска лететь около 4 часов Но наша любимая родная почта каким-то невероятным способом летела до Нориска целых 6 дней После чего еще в Нориске мадагаскарских ребят просортировали еще неделю Эти несчастные насекомые влачились по России почти месяц и проехали 7200 километров Пора заносить их в книгу рекордов Гиннесса если они живы Как видите само здание ничем не отличается от оказанных услуг Вот она это долгожданная посылка Наконец-то я ее получил, лишь бы тараканы остались живы Сейчас посмотрим Буду открывать Воспользуюсь вот этой перчаткой Вдруг они кусаются Страшно Думаю, что визуализация будет более информативней Чем мой закадровый голос Так что помолчу немножко Один шевелится Ух и страшный Тоже живой Тоже живой Несколько особей живы Сейчас я их накормлю И может быть другие живут Катерина, дай позавтракать таракашкам Сейчас сделаю временный домик из этой бутылки Надо чтобы таракашки отошли и поели Может быть и те кто притворяется что они мертвые отойдут А может они притворяются Вообще будет у них большой домик Вот из такого аквариума Он будет расположен горизонтально Попрошу Ивана, чтобы отпечатал крышку для него Надеюсь, что из такой пластиковой тары Эти живучие особи не смогут убежать Да и сами по себе Мадагаскары тяжеленные Думаю, что по вертикальным стенам им очень проблематично лазить Для надежности закреплю еще пару импровизированных ножек Чтобы эта пластмасска уже точно не перевернулась Наверно на психов похож, да? Но надо же им вентиляцию Почему же я сравнил тараканов с мысленным экспериментом австрийского физико-теоретика Эрвина Шрёдингера Мне показалось, что они чем-то схожи Только вместо кота мы поместили Мадагаскаров И при таком длинном переезде они пребывали в суперпозиции То есть были живы и мертвы одновременно Но если вы еще не читали эту интересную статью Советую почитать Называется код Шрёдингера Заодно немножко прикоснетесь к квантовой механике Хотя я думаю, что большинство из вас уже слышало и в школе про этот интересный эксперимент Два таракашки кое-как шевелились Дам пару дней посмотрим, может быть и другие отойдут Пусть немножко отдохнут Я не знаю, не понимаю почему Но на второй день Мадагаскары прекратили двигаться А на четвертый просто засохли Насекомые, которые способны выжить в ядерной войне К сожалению, не смогли перенести переезд почтой России Отмучились Выкинуть в мусорное ведро У меня рука не поднимается И так им досталось Выше крыши 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 Жалко старая каша, но что делать? Жертвы эксперимента! Недолго думая, я заказал еще одну партию, но только экспресс почтой Иван уже отпечатал мне крышку Будем собирать Вот какую ветку нашел, золотую можно сказать Еще раз хочу сказать спасибо Ивану, что отпечатал мне такую большую крышку Ссылку на принтер оставлю под видео Заодно другие вкусняшки посмотрите на канале Ивана Ну конечно же без скотча тут не обойтись Самое универсальное средство для крепления на сегодняшний день Нухатка для насекомых я думаю получилась вполне адекватная Домик для этих страшных обитателей закончил И как раз сегодня мне посылочка пришла с Красноярска Экспресс почтой Без перчатки конечно не буду В этот раз опытное изделие из тараканов пришло в более шустром состоянии Ух и здоровья у них конечно С легкостью поднимают эту корягу И даже двигают керамическое изделие похоже на дворника Надеюсь они не настолько умны чтобы открыть крышку Я думал что Мадагаскары очень тяжелые И не в состоянии лазить по вертикальным стенкам Но как видите легко по стеклу лазят И даже по потолку Да, жутковатые создания И на удивление очень шустрые А может быть им напечатать белки на колесо Пусть вырабатывают халявную энергию Залипаем уже полчаса Ох и интересно за ними наблюдать конечно Три девочки и один мальчик Может быть дать им имена Например пометить точками каждого И каждому присвоить свое имя Как думаете пишите под видео Конечно мерзость еще та Не знаю стоит ли их травить радиоактивными источниками Вообще я планирую разместить 8 радиоактивных источников Источник генерирует в том числе и гамма-излучение Хоть и небольшое, но через это стекло оно легко пройдет Здесь нужна свинцовая пластина Так что такой эксперимент я дома проводить конечно не буду Найду отдельную комнату В общем на сегодня все Пишите, советуйте, что с ними еще можно сделать Ну и какие имена дать А я с вами не прощаюсь Не болейте и храни вас Господь До встречи